Здравствуйте, в эфире Финам ФМ, я Игорь Виттель, и это «Парадокс» с Игорем Виттелем. Тема у нас сегодня несколько необычная, скорее не экономическая, а историческая. В гостях у меня Руслан Абрагин, директор по маркетингу компании «Радион Сыновим», член гильдии маркетологов. Мой коллега, кстати, поскольку я тоже член гильдии маркетологов, одной гильдии. Но беседуем мы сегодня с Русланом об истории русского алкоголя, точнее, об истории русской водки. Точнее, беседуя от Руслана, я вдохновленно скорее молчу, как не самый большой специалист по крепким напиткам. Вот тут, кстати, у меня есть книга Бориса Радионова «История русской водки». Я с удивлением на задней, точнее, не на задней странице, а на обложке задней обнаружил кучу знакомых фамилий. Тут Игорь Бухаров, президент Федерации ресторации ательеров, Иркин Тузмухамедов и Вадим Дробис. Как бы все мои близкие, добрые, знакомые и люди, чему авторитету я доверяю. Поэтому я буду скромно молчать, они и вы наверняка знаете об этом намного больше. И так, Руслан, прошу. Я, кстати, вот только на секунду отвлекусь, да объясню, что меня удивляет. Потому что я недавно в аэропорту увидел как раз появившийся этот полугар. Хотя читал какую-то статью, не очень обратил на него внимания. Полугар, потом там еще было несколько напитков того же производителя. По какой-то невероятной цене, там, по-моему, 125 евро стоила бутылка водки. Я прям выкладывал у себя в Фейсбук, говорю, ребята, кто же это пьет, так и не рискнул попробовать. Объясните мне, что это, кто это и как это. Ну, историческое название – это хлебное вино. То есть вином в русском языке с 16 века до 20 назывался любой алкоголь. И поэтому были уточняющие слова. Хлебное вино, могло быть виноградное вино, могло быть картофельное вино. То есть вино, как синоним слова «алкоголь» в современном русском языке. А полугар – это сорт алкоголя, это русский стандарт крепости, по которому все законодательство действовало, все сделки проводились на полугар. Потому что государству требовалась какая-то точка отсчета для акцизного обложения, для градусности, не было спиртометров. То есть спиртометры изобрели только в середине 19 века. Научно-техническая революция. Как измерить? Мы с вами в 17 веке. Как измерить, сколько стоит вот этот полуштов напитка, который вы хотите купить? Брали медную либо серебряную такую кастрюльку на ножках, отжигательница она называлась, наливали туда две меры полных напитка, кипятили на огне и поджигали. Снимали с огня, естественно, и поджигали. И он горел, он весь выгорал, и, соответственно, оставалась одна вода. И эту воду переливали в исходные два стакана и смотрели, сколько осталось. Ну, ни один дурак не ошибется, было два стакана, должен был остаться один. Вот это и был полугар. Когда измерили градус полугара уже спустя, там, сколько-то, несколько сот лет, в 19 веке, получился 38,5 градусов. Это историческая градусность хлебного вина, полугара. Были другие сорта, было трехпробное, пенник, но они менее были распространены, они были более крепкими. Но стандартно, то есть, нация пила полугар. Хлебное вино. Его перегоняли в основном из ржи, из соложенной ржи. То есть, по сути... Я пока понюхаю, для тех, кто не видит у нас на столе, у нас вообще идет видеозапись, но на столе у нас есть пакетики с этой рожью. Это соложенная рожь, как раз, которая использовалась при вот этом дворянском винокурении для производства хлебного вина полугар. Хотя перегоняли и другие злаки. К нам сейчас госнаркоконтроль не ворвется, а то я тут нюхаю какие-то подозрительные. Да, я имел успех на украинской таможне, когда они увидели у меня в чемодане вот такой пакетик. Вот такой пакетик, да. Значит, с перемолотой рожью, похожей на порошок, на мукун такой. И вот с этой пророщенной рожей, которая похожа на какую-то траву. Но, тем не менее, это сырье для производства полугара хлебного вина. Перегоняли, как я сказал, 80% посевов на территории Российской империи была именно рожь. Но помещики, дворяне перегоняли и пшеницу, и гречиху, и овес, и гречку, и даже, даже перегоняли горох. Был гороховый полугар. И, соответственно, это хлебное вино, когда ничего искусственно туда не добавляется. А водками с 16 века до, по сути, до 1936 года назывался совершенно другой напиток. Ну, будем мерить, так сказать, до монопольном периоде, значит, с 16 века до 1895 года. Это брали вот это хлебное вино и настаивали его на различных травах, специях, корениях и порядка двух недель. Получалась такая настойка. И потом эту настойку перегоняли еще один раз в таком специальном водочном маленьком перегонном кубике. И именно эти напитки назывались водкой. Вот, по сути, там 400 лет. Всего мы насчитали вот по последним книгам, там, вот 18-19 века, порядка 300 рецептов этих водок, где количество ингредиентов, там мерилось все золотниками, там 6 золотников, 3 золотника, 1 золотник. Количество ингредиентов перегоняемых, именно не просто настойных и выпитых, а перегнанных, достигало 30. То есть, это были очень сложные, очень выделанные, стоило это очень дорого, но он стоил в 5 раз дороже, эти водки стоили, чем полугар классический. И были доступны, естественно, они только дворянам, помещикам, чиновникам, купцам. То есть, ситуация была обратно пропорционально сегодняшней? Просто словом водка, если словом вино обозначался любой алкоголь, потому что виноград не рос в Петербурге, в Сибири, на Урале, он плохо рос только в Малороссии. Ну, в Южно-Русске, да. Поэтому вином в русском языке называли просто алкогольные напитки. А водкой называли крепкие алкогольные напитки. Вот, например, вы же знаете, что такое царская водка? Химию изучали? Ну, насколько я помню, это смесь соляной и серной кислоты. Да. Это же химикат жуткий, это же яд, а назывался водкой. То есть, его же пить вроде надо, водку-то. А на самом деле, это подтверждение моих слов, то, что водкой называли всё крепкое. То есть, это было крепкое вино. То есть, ну, это уже начиная... Вне зависимости от технологии приготовления. Это уже такое значение слово «водка» приобрело в середине XIX века. Поэтому, когда вы читаете литературу, надо очень чётко разграничивать периоды. В середине XIX века словом «водкой» стало таким обобщающим. То есть, когда вы читаете, не знаю, Геллеровского или Чехова, или писателей этого времени, водкой называли общий собирательный образ алкоголя. Барин, дай на водку. Это не значит, что это всё равно оставалось, так сказать, по сути своей виски. Водка была как виски на протяжении 400 лет. По способу изготовления, по технологии изготовления. По технологии и по технологии хранения. Потому что, представьте, XVII-XVIII век, куда вот эта струйка на винокурне, на этой дворянской, вот капала, она капала в бочку. Естественно. И, соответственно, напиток также в погребах, в бочках и хранился. И выдерживался, да. Да, то есть, за год не выпили, второй пошёл. Поэтому был такое хлебное вино и полугар, если его сознательно выдерживали в бочке, вот монахи, там в монастырях. Он назывался на территории России «старая водка», а на территории царства польского, которое входило в состав Российской империи, называл «старка». И вот это вот название «старка», оно потом уже в Советском Союзе, вот эта обычная уже ректификованная водка из ректификованного спирта, куда капнули немного коньяка, вот она называлась «старкой». Ну, слушатели старшего поколения, они, наверное... Я помню, наверное, была такая бутылка. Ну вот, то есть, по сути, технология дистилляции, она возникла с незапамятных времён. То есть, там у древних шумеров и египтян находят вот эти рудиментарные перегонные кубы, там из глины, там из какой-то камни, там. Вот. В России, там, со средних веков были корчаги, так называемые. Это блюдца, котелок и маленькое блюдце сверху. Туда забраживалось какое-то там зерно или ещё что-то. И происходила такая, как бы, мини-дистилляция в печи, и с верхних стенок, то есть, с верхнего блюдца капала уже алкоголь, содержащая жидкость, потому что брага была заброжена. И потом это пили. Вот. То есть, технология дистилляции, она... Ещё даже Аристотель писал про дистилляцию, там, в своих трудах. Ну вот. Поэтому, если кто-то скажет, что это арабы придумали дистилляцию, там, или аллахимики какие-то, или итальянцы, там, генуэвские купцы, это всё, ну, ерунда. То есть, она возникла... То есть, невозможно установить даже, когда она возникла. Потому что это слишком простой процесс, процесс сам. Она, конечно, совершенствовалась. А чем технология изготовления полугара в наше время отличается от технологии изготовления водки? Ну, всем. А дело в том, что водка делается из спирта. А спирт делается методом ректификации, в ректификационной колонне. Это такая гигантская труба 20-метровая, где сотни таких блюдечек на разной высоте расположены. Вот если делают спирт-люкс, туда заливается брага, которая на 30% состоит из картошки, миласа и свёклы. Заброжено. И остальное зерно 70%. Если делать спирт-экстра, то на 60% ГОСТ допускает картошки и свёклы. И происходит многократная микродистилляция. И жидкость разного веса конденсируется на разных уровнях. Снизу вытекает сивушное масло, а дальше уже там этиловый спирт, и сверху метиловый спирт более летучий. И вот спиртзаводы продают эту фракцию этилового спирта ликероводочным заводом. Те её разбавляют с водой и получает современная водка. Но перед этим водоспиртовая смесь проходит через угольную колонну. С активированным, либо с берёзовым углём. Это формула водки, это C2H5OH плюс H2O. Плюс в конце добавляются незначительные присадки микроскопических. Там смягчитель вкуса. Глицерин, сахар, соль, сода, элеутерокок, настой овсяных хлопьев. Но беда в том, что российские ГОСТы, они очень жёсткие. И если капнуть не одну каплю, а две, то получится водка особая. А если три капли, то получится горькая настойка. Это по современной классификации. Я вас сейчас как маркетолога спрошу, если не возражаете. А вот тот ряд водок, который стоит за 100 рублей, он отличается... Это чисто маркетинговый ход или это... Как-то вы загадочны улыбаться. Я вам отвечу иносказательно. Вот вы всё-таки застали советские времена? Да. Вот вспомните. Что я сейчас застал? Я в них вырос. Вот. Вы должны вспомнить, в 70-е годы сколько сортов водки было? Порядка 10. Не будем их называть. Ну, пшеничная, столичная. Сейчас мы можем называть. Это уже не реклама. Московская, посольская, особая. Сибирская. То есть, нация как-то худо-бедно лет 20-30 как-то прожила с 10-ю сортами водок. Ну, после выпуска новостей. Вот вы расскажете, мы на этом интересном вопросе остановимся. Как жить с большим количеством сортов после выпуска. Ну, что ж, продолжим нашу программу. Это Игорь Виттель. Парадокс с Игорем Виттельным. В гостях у меня член гильдии маркетологов, директор по маркетингу компании «Родионов с сыновьями» Руслан Брагин. Беседуем об истории русской водки. Не удивляйтесь, тем у нас сегодня несколько необычных. И так, Руслан, вы остановились на том, что в советское время было порядка 10 сортов водки. Да, и вы помните, на этикетках была цена без стоимости посуды. Да, помню, посуду можно было сдавать. Да. Страна большая, все хотят выпить, стекло стоит денег. Ну, и посуда унифицированная, кстати. Да, посуда была, в большей части, унифицированная. Соответственно, водка стоила от 3,62 до 4,12. 4,12, потом 4,70, уже при Андроповой, по-моему, был. Ну, мы этот период уже... При Андроповой водка стала 6,8, все равно мы пить и бросим. Вот, то есть, ну, мы не будем, так сказать, так далеко заходить. Мы берем вот период, там, от 60-х до 70-х, 80-х годов, до начала 80-х. Так вот, в этой риторике технология не изменилась, ГОСТ не изменился, по сути своей сырье не изменилось, ничего не изменилось, и... И появилась стоимость упаковки, маркетинговый хус. Ну, вот, вы сами ответили на свой вопрос. То есть, ну, все знают уже, специалисты, что себестоимость жидкости в любой бутылке... Себестоимость, внимание, это без акцизов, без упаковки, без зарплат, без... В любой бутылке водки она приблизительно одинаковая, российская. То есть, она крутится вокруг, там, 15 рублей за 0,5. 10-15 рублей. То есть, ну, это легко проверить, наберите в Яндексе или в Гугле, купите спирт этиловый ректификованный, люкс, и вы увидите, что цена там будет 50-60 рублей за литр. Соответственно, при нехитрых математических подсчетах вы приходите к тому, что из литра получается 5 бутылок водки по 0,5. Нет, ну, слушайте, я как опытный бывший пивец, ну, не в смысле бывший пивец, но человек, который, там, много лет своей жизни, не то что регулярно, но периодически, да, употреблял алкогольные напитки, я все-таки, как потребитель, могу вам сказать, что, ну, за российские водки, не скажу, скажем так, не знаю, например, там есть известная французская водка, не буду ее рекламировать, но которая по вкусу совсем не чувствуется, ощущения от нее, и, извините, ощущения на утро совсем другие. Это значит, что качество, я не знаю чего, присадок, спирта, воды... Она просто делается не по ГОСТу, не по российскому ГОСТу, потому что это Евросоюз, они не обязаны, скажем так... Датская водка была в свое время прекрасная. А чем отличается тогда, объясните мне, чем это? Дело в том, что они, во-первых, не догоняют до 96,5 градусов этот спирт, то есть там какие-то отголоски этих примесей остаются. Скажу сразу, что вот примеси, они не только вредны, они и полезны. Вот, например, в коньяке по действующему сейчас российскому ГОСТу должно быть от 500 до 1000 раз больше сивушного масла, чем в водке. И никто от коньяка не умирает. Коньяк самый дорогой в мире вообще напиток, да. В виски то же самое, так сказать, там в 1000 раз больше, или, может быть, даже в 1500, там еще и смолы, там торфом коптят это зерно. Поэтому примеси, чтобы не было заблуждений, вот эта демонизация сивушного масла, она произошла... Это очень интересный эпизод. Как бы мы сейчас в историю немножко уйдем. Она произошла накануне введения царской монополии, до 1895 года. В журналах, в газетах, в книгах такие ученые, псевдоученые, они доказывали, что вот это вот все примеси, альдегиды, эфиры, сивушное масло, это жуткий яд, это вредно, если в чистом виде их выделить, а если их всех смешать вместе, то это вообще горемучая смесь. Поэтому пейте казенное вино царское, так сказать, оно очищенное, оно уже из-за ректификованного спирта, вы не потравитесь и так далее. И на обывателя это логика, то что, ну... Очищенное от вредных примесей. Да, вот эта вот очистка для обывателя, но вдумайтесь, вы же, вот мы пьем минеральную воду, не дистиллированную. Ну да. Мы же не входим в масках кислородных и дышим с баллонами с кислородом, мы воздухом дышим. То есть чистота, неважно чего, особенно пищевых продуктов, она имеет свою отрицательную сторону. Вот токсикологи, кстати, доказали, что водка в 2,5 раза быстрее вызывает привыкание, чем дистилляты. Чем коньяк, чем виски. Потому что именно из-за своей чистоты. Это логично. Вот. И действительно, ну, тут можно с определенной натяжкой, но подумать о том, что... Как бы, ну, в России традиционно пьют водку. Сейчас, правда, продажа, ну, потребление снижается постепенно. Вот. Но многие проблемы, может быть, даже где-то и беды России именно из-за того, что нация пьет вот этот этиловый... Ну, напитки на основе этиловый ректификованного спирта, сверхочищенного. Угу. Который, в принципе-то, в историческом аспекте был изобретен для технических нужд. В середине 19 века, в период развития научно-технической революции, сначала, ну, в Аллен Кофе, потом Саваль изобретали эти ректификационные колонны, но в ни в коем случае не для питья. Спирт требовался в медицине, химии, парфюмерии. Спирт требовался для производства лаков, красок, палитуры, там он используется и так далее. То есть не требовался вот этил... Он же... Ну, водка, как правило, она невкусная. Ее поэтому замораживают сначала до смерти, а потом, чтобы она как подсолнечное масло была, текстурой, а потом жахают и сразу закусывают. Вот ритуал употребления традиционной водки. Этот ритуал, он не повторяется больше ни с одним другим крепким алкогольным напитком мира. То есть ни один другой крепкий алкогольный напиток мира так не надо пить. Почему? Потому что, ну, изначально спирт просто этиловый, он не очень вкусный. И поэтому вот эти вот присадки берутся, поэтому ароматизированные водки на Западе, например, в Америке, там в Европе очень популярные. В Израиле, не дай бог, этот чудовищный фруктовый, кто вы, не буду называть производителя, да? Вот, поэтому, скажем так, исторически, ну, как, чтобы отбить, вот, например, переизбыток сивушного масла, дворяне, например, у нас использовали очистку натуральными коагулянтами. Например, после, там, второй или третьей перегонки выливали туда, например, ведро парного молока или сырые яйца, как вот в полугаре, используются вот уже... Так, я как знатный паранойик вынужден спросить, а сальмон или лёс? Ну, там специальная очистка, естественно, ведётся. То есть, это же, там, 70-градусный дистиллят, 70 градусов, там, естественно, ну... Вы так и не рассказали, как полугар изготавливается, да? Полугар делается очень просто, как делается односолдовый виски. Берётся рожь, но не ячмень, а рожь, потому что рожь была более популярная. Делается, проращивается, получается ржаной солод. Дальше делается грубый помол, сушится без торфа, естественно. Забраживается, берётся кипяток, дрожжи, готовится брага. Когда брага готова, она переливается в медный перегонный куб. Есть у нас перегонный куб по чертежу помещика Захарова 1806 года, чтобы вкус напитка был, как тогда. И дальше делается три перегонки. Не две, как в шотландском виске, а три, как в ирландском. Но самое ценное, что дворяне не экономили на себе, потому что они делали эти напитки для себя, не на продажу, у них там всё, слава богу, было. Они делали для своего собственного употребления, чтобы гостей, удивить друзей. И они на второй перегонке отсекали большое количество так называемых голов и хвостов. И они брали только вот эту хлебную серединку для производства полугара, где пахнет хлебом и есть вкус хлеба. То есть по вкусу полугар как жидкий хлеб получается. Ну вот, и дальше шла вот эта вот очистка яичным белком, потом фильтрация, а потом очистка берёзовым углём. В чан до краёв наполнены берёзовым углём, не на скорости, под давлением, как водку очищают угольной колонной, где поток идёт, а именно там 2-3 недели настаиваются на берёзовом угле. И потом дальше фильтруется и разбавляется до 38, соответственно, с половиной тракта. А сыр и яйца-то на каком этапе? Это предварительная очистка, оклейка яичным белком, то есть перед углём. Просто обратили внимание, что аминокислоты и протеины белка очень хорошо схватывают и убирают избыток горечи, сивушное масло, но не трогают вот этот вот вкус хлеба. Если вы попробуете виски, ни один виски хлебом не пахнет, потому что бочка, танин и дуба, они забирают весь вот этот хлебный дух, хлебный вкус ячменя. Так устроено. Поэтому в процессе выдержки, естественно, этот хлебный вкус уходит, но приходит куча всяких других ароматов и вкусов. В том числе и бочек, в которых настаивается, и торфы, и так далее. То есть всё, чем... Ну, мы сейчас не о виске, да. Вернёмся к российской водке. Значит, водку испортил царский указ. Не то, что испортил. Это просто был... Некоторые рассматривают это как какой-то некий логический этап эволюции, но, с другой стороны, я нахожусь как бы на других позициях. Водка, то есть вот хлебное вино, которое было до запрета дистилляции. А в 1895 году, и до сих пор, до сих пор царский указ никто не отменил, и он действует, как это ни странно. Дистилляция зерна в медных перегонных кубах без выдержки на территории Российской Федерации запрещена. Перегонять зерно и не выдерживать, вот как полугар делается. Почему полугар делается в Евросоюзе? Потому что в России он не подпадает ни под какие техусловия, ни под какие ГОСТы, ни подо что. То есть не регламентируется производство таких напитков. Хотя нация пила его на протяжении 400 лет. То есть это такой нонсенс, такой как бы рудимент. Зачем царь отменил... То есть перевел... Они закупили в Германии, в Европе, порядка нескольких сотен ректификационных колонн, завезли их в Россию и ввели монополию. Зачем вводится монополия? Понятно. Чтобы заработать денег. Но монополия себя не оправдала, потому что они потратили очень много денег на выкупы помещений, на вот этих вот лавок, винных магазинов и так далее. И поэтому эта монополия провалилась, по сути, как провалится любая другая монополия. Появилось слово «самогон» после введения монополии и, соответственно, получило свое развитие при советской власти уже. Технология-то известна. На плиту, бак, змеевик, охлаждаем, перегоняем. Появилось слово «самогон». То есть слово «самогон» тоже где-то порядка ста с хвостиком лет. Поэтому действительно монополия сослужила очень негативную службу. Помимо того, что мы себя обеднили, как сейчас французы гордятся своими коньяками, армоньяками, как шотландцы, ирландцы гордятся своим виски. Русские так водкой нашли... Ну вот, я не знаю, поправьте меня, но вот не гордятся вот так вот, что это вот... Ну почему русские вполне себе гордятся? Ну они между собой гордятся, так сказать, хотя везде продаются. Ну все равно лидерами являются там и Смирнов, и другие, так сказать, производители. Ну украинские производители в свое время сильно потеснили российского производителя. Потеснили, да, но, скажем так, та, может быть, глубина напитков, как вот виски и коньяк, ее у водки никогда не было и быть не могло. То есть мы сами сознательно объединили свое меню. Это последние 120 лет. По сути, вот этот вот пласт целой гастрономической культуры, как хлебное вино, как полугар, он отсутствовал на рынке. Вот, и благодаря вот историку водки, писателю, ученому Борису Родионову, собственно, он и возродил российское винокурение, так сказать, в одиночку, без какой-то помощи, без чьей бы то ни было поддержки. То есть один человек перевернул целую, скажем так, страницу гастрономическую. То есть он вернул тот класс напитков, который существовал на протяжении, который нация пила на протяжении четырех лет. Но опять-таки, судя если по ценовой категории, в общем, это напитки, а не самой доступной категории. Они не могут быть доступными, пока не изменится законодательство и не разрешат производить исконные русские напитки на исконной русской территории. А у вас, наверное, мы об этом уже поговорим после выпуска новостей, но вопрос, который меня интересует, у вас как раз будет пока минутка подумать над ним, это насколько удешевится производство и насколько может ухудшиться или улучшиться качество с переносом производства на Россию. Потому что, честно говоря, мне было интересно попробовать, но увидев цену, я как-то незнакомый напиток за такие деньги, но с чего бы я стал его покупать? В магазине, понимаете, это... Ну, ценовой порог был для вас, скажем так... Нет, для меня он приемлемый, просто не так, чтобы от любоприста покупать после выпуска новостей, если не возражаете. Конечно. Ну, что ж, возвращаемся в студию. Это «Парадокс» с Игорем Виталем в гостях. У меня член гильдии маркетологов, директор по маркетингу компании «Родионов» с нами Руслан Барагин. Обсуждаем историю русской водки. Несколько необычная для нас тема. Итак, Руслан, речь шла о том, насколько, если будут внесены изменения в законодательстве... Кстати, вопрос уже будет второй, а что мешает принять эти изменения в законодательстве? Начну со второго вопроса. Ну, видимо, это... Я знаю, что сейчас какие-то движения происходят в этом направлении, но дело в том, что даже когда это разрешат производить исконные полугары и хлебное вино на территории России, это ручная технология. То есть все, кто умел перегонять зерно, как бы вымерли уже после революции. То есть это колоссальное... Для того, чтобы сделать такой напиток, как полугар, Борису Викторовичу Родионову пришлось 10 лет в архивах сидеть и выискивать рецепты дворянские, эти книги, читать. Сотни книг 18-19 веков были переработаны. Мало того, даже рукописные манускрипты, то есть не печатные еще издания. Поэтому это кажется, что это легко. Взял, залил, перегнал. Чтобы сделать такой вкус, это надо 10 лет делать тестовые перегонки и так далее. То есть здесь цикл. То есть продукт, как-то ни странно, он высокотехнологичный очень. Очень много ручного труда. Но это до тех пор пока для первого производства. А теперь, когда уже все-таки технология освоена, его можно как-то более промышленно поставить, заменить ручный труд некими современными технологиями? Ну, можно, но, скажем так, это очень сложно. Например, та же самая очистка яичным белком. Надо все... То есть, условно говоря, эти напитки... То есть полугар, скажем так, который сейчас продается, и почему он так дорого стоит, там есть 15 причин, почему он так дорого стоит. Зерно надо вывозить в Европу. Это вот сорт чулпан, рож. Там перегонять, таможить надо, завозить сюда-обратно. Уже акцизы импортные высокие. И там куча еще всяких дополнительных нюансов. То есть все очень непросто. Можно удешевить, может быть, процентов на 30, на 40 при переносе производства на территории Российской Федерации. Но сейчас уже мы купили там эту винокурню. А где она находится? Она находится в центре Польши, как бы на территории бывшей Российской империи, формально как бы. То есть мы здесь историческую тоже соблюли определенную драматургию. Но, конечно, если бы это где-то сделать под Суздалем, было бы интересно, конечно. Но разговоры об этом ведутся. И, в принципе, в чем заслуга Бориса Викторовича? Он взбудоражил все-таки... Общественное сознание. Да, общественное мнение поднялось. Действительно, представьте себе на минутку такую картину. Сто лет назад в Шотландии запретили бы производить виски. Ну, сказали бы, что тут изощряться, вот это вот соложение. Зачем, так сказать, в колонну спирт сшибает так же, стоит дешевле. Ну, зачем это нужно? Или во Франции бы. Зачем это коньяк, виноград, так сказать, перегнать там спирт и разбавляй, пей. Но этого не произошло, потому что народ бы этого не допустил. А в России все-таки было царь-батюшка. И как бы для меня самый интересный вопрос сейчас, который я бы с удовольствием поглубже изучил, это как народ отнесся вот к замене вот этих сотен сортов полугаров, хлебного вина, на уже столовое вино, или потом уже после введения монополии на казенное вино, которое уже, по сути, было современной водкой. По сути, такой же, как вот сейчас можно купить в магазине. Как вот этот гастрономический переход произошел? Ну, на мой скромный взгляд, это произошло все-таки более мирным путем, потому что у нас все-таки культуры питья, как мне кажется, может быть, я не прав, крепких спиртных напитков никогда не было. То есть у нас не было таких напитков, как коньяк. То есть был полугар, но все-таки... Ну, нет, был коньяк, был и шустовский коньяк, и из Малороссии, и на Дону делали коньяк. Но, конечно, мы традиционно в России пили для опьянения, а не для удовольствия. Вы правы, да. И для того, чтобы получить какие-то вкусовые ощущения, к сожалению, это огромная трагедия для страны. И это же легко посмотреть. Есть, кстати, сейчас некоторые современные оппозиционеры, которые говорят, что вообще все беды России. От того, что в России пьют крепкие спиртные напитки, а не вино. Потому что вот если бы у нас пили, как в Испании или Франции, дешевое было бы доступное вино, то как бы были бы менее агрессивными, более веселыми, и были бы такими же счастливыми, как... Знаете, я, пожалуй, соглашусь вот с этим тезисом. То есть вино, так как я до этого там работал и директором по маркетингу, и крупной алкогольной корпорации, где мировые бренды, так сказать, номер один, номер два в мире, и потом водочные компании. То есть вино является, может быть, таким... Вообще алкоголь вреден. То есть это, надо сказать, так сказать, открыто он не полезен. В основном сейчас алкоголь используется как антидепрессант. То есть люди устают на работе, приходят домой, откупоривают какую-то бутылочку, так сказать, садятся, так сказать, там фильм включают или новости, и вот, значит, снимают стресс от пробок, от каких-то там проблем на работе. Ну, потому что это единственное, что нам остаётся, добираясь глубоко к ночи домой после всех пробок. Да, это... Мы не занимаемся сейчас рекламой алкоголя, да? Да, то есть алкоголь вреден. Но, скажем так, ну, никто же там успокоительный, выпил три таблетки успокоительного и так же, так сказать, спокойненько заснул, и не надо... Ну, как можно... Без алкоголя можно обойтись. Значит, я хотел вам зачитать очень интересное... Вот вы заговорили о том, кто что пил, и у меня есть очень интересное стихотворение, там, 19-го века. Амара Хаяма? Нет. Я просто привык, что все стихи об алкоголе, они от Амары Хаяма исходят. Во-первых, я вам покажу очень интересную вещь на тему вот слова водка, его этимологии и так далее. Вот указ Елизаветы Петровны, дочки Петра I, 1751 год. Слово водка пишется через букву Т. Я вижу, да. Вот прямо оригинал, скан оригинала. Это пункт первый, то есть это как бы один из мифов, что там слово вода и так далее. То есть до сих пор ученые спорят, и никто не может ничего доказать, откуда взялось само слово. Слово типично не очень русское, так скажем. То есть вот корень не характерный для русского языка, скажем так. Это все лингвисты признают. Я вспомнил очень интересное, тоже в книге нашел 18 века. Значит, Петр I переоделся в простолюдина и зашел в кружечный двор. И тогда хлебным вином торговали целовальники их звали. Они целовали крест, что не будут обманывать царя, и в общем, все есть право, будут в кассу все сдавать, скажем. И тогда не было чаевых, ну, в такой практике. И практика была такая, что тот, кто купил, он должен был целовальнику отливать там, ну, 10%, условно говоря, ну, как бы его долю. Ну, то есть завуалированные чаевые. И вот, значит, он не узнал Петра I, естественно, в обличии, и попросил тоже, ну, типа, ты отлей, я же тебе угостил хлебным вином. Ну, естественно, его потом на кол посадили. Приятная история. Но нужно, кстати, вернуть, по-моему, подобные практики. Как кол, так и целовальников. Пусть целуют крест. Но возвращаясь все-таки к маркетинговой политике, значит, удешевить это невозможно. То есть на полках российских это стоит... Я, кстати, видел только в Дьюти Фри. А у нас вообще оно продается по сетям? Да, конечно, так сказать. В какой ценовой категории? Ну, Азбука Вкуса, Ароматный Мир, Зеленый Перекресток, Аллы Паруса. Ну, то есть... Там порядка от полутора тысяч до семи тысяч варьируется цена в зависимости от сорта. Там пять сортов. Ну, то есть это цена... Полторы тысячи это примерно цена какого-нибудь Джеймсона. Ну, там Джеймс начинается от тысячи восемьсот, да, где-то. То есть примерно цена недорогого виски. Дело в том, что вот вы знаете, работая с виски... Не самого дешевого, но недорогого, да. Работая с виски, очень много интересных вещей можно узнать. Например, вот сколько стоит выдержка виски? Вот человек приходит в магазин, витает там четыре с половиной тысячи, виски восемнадцать лет выдержит. Что-то у вас странное. Восемнадцатилетние уже все-таки стоят подороже немножко. Ну, хорошо, четыре с половиной, допустим. Четыре. Вот. Но обыватель-то не знает, так сказать, технологию и нюансы все. А в реальности, если вы позвоните в Шотландию, есть такая услуга, как коммерческая выдержка виски в бочках. Ну, вам назовут цену, он что-то порядка... В пересчете на бутылку 0,7, через восемнадцать лет вам ваши бочки, четырехсотлитровые, вот эти вот, которые вы через восемнадцать лет заберете, там разольете, там свой private label наклеите, вам будет стоить дороже на десять долларов за восемнадцать лет. То есть, грубо говоря, в этих четырех с половиной тысячах выдержка в восемнадцать лет сидит, цена порядка десяти долларов, то есть триста рублей, чтобы у вас не было иллюзий. Это шотландский маркетинг. Конечно, бочка, безусловно, огромное, колоссальное, позитивное воздействие оказывает на дистиллят. Образуются новые ноты, нюансы, там кожа, там тигары, ароматы, так сказать, меда, там ванилия и так далее. А совершающая нотка вишни, я всегда люблю вот эти изыски с амелье. Ну вот, поэтому... Столким выживелом послевкусием. Это игра своего рода. Вот выдержка виски и коньяка, это своего рода их маркетинг. То есть, ну, не стоит это столько. То есть, это лучше, но не настолько, сколько за это просят. Но мужчины очень активно по всему миру играют в эту игру и платят, так сказать, за эти сорта, за эти лимит-эдишн, за эти сингл-баррелы столько денег. Ну, конечно, все... Вы меня сейчас разочаруете. А то недавно себе вот Арманьяк своего года рождения присмотрел. Вы опять-таки скажете, что Арманьяк? Нет, нет. Я, на самом деле, вот, кстати, поклонник Арманьяка, но, может, даже больше, чем... Это компьютер, это телефон, это Арманьяк, это продукт рыночный. Естественно, можно назначить любую цену, так сказать, вы знаете, прекрасно, ну, то есть, себестоимость там самого дорогого автомобиля, вы же прекрасно представляете, она, ну, совершенно никак не относится к розничной цене. Берут столько, сколько за это готовы заплатить. За поты? Если вам угодно. Но это сила бренда. То есть, люди готовы расставаться с деньгами, как бы тешить свое самолюбие, чтобы... Ну, как, там есть внешняя коммуникация в маркетинге, вы знаете, есть внутренняя коммуникация, что товар говорит о человеке, и что он говорит человеку. То есть, вот, поэтому любой продукт стоит столько, сколько за него просят. То есть, если люди узнают истинную стоимость, там, одежды, которые они носят, телефонов, по которым... Нет, ну, это мы примерно представим. А если вы меня еще разочаруете с японским виски, я вообще с вами перестану разговаривать. Почему японские виски стоят так дорого? Ну, в средний сапог. Потому что люди, ну, во-первых, Япония дорогая страна, недешевая, вот. А во-вторых, ну, японцы делают замечательные виски. И вот, кстати, удивительным образом, казалось бы, вот, культуру производства виски, они переняли, не характерную изначально для нации, да, они переняли и раскрутили, и, как говорится... И сделали это одной из своих визитных карточек. Да, то есть, это великолепный пример того, как вот можно сделать... То есть, это я не буду сравнен с индийским виски, там, с тайским виски, там. Вот, это совершенно другое. Нет, это же, во-первых, это и не виски, это то, что, насколько я понимаю, ром все-таки индийский и тайский. Ну, а так у них написано же. А вы же понимаете, что никто ни индийский, ни тайский не пьет частяком, они же все-таки заливают его колой, и без этого его невозможно, по-моему, пить. Ну, да, когда напиток несовершенен, то с ним происходят разные манипуляции, начинают делать, то есть, либо замораживают, либо мешают в коктейли, либо лед добавляют. То есть, когда надо что-то спрятать, делают какую-то, ну, с напитком манипуляцию. Либо, ну, про коктейли, про коктейльную культуру я сейчас не буду касаться, это, ну, искусство, это как высшая стадия кулинарии, вот, это нюансы все. Ну, сейчас мы, да, мы о крепких напитках сейчас говорим. А, кстати, виски-то со льдом же принято пить? Нет. Почему? В Шотландии вот я был, и там очень меня впечатлил один. Ну, я имею в виду в Америке, допустим. В Америке, да. Вот. А в Шотландии, помню, мы были на одной виски-курне, и, как говорит Эркинтус Мухаммедов, и нас повели, налили всем по 50 грамм виски и повели к ручью. И там такая банка на палке, из ручья зачерпнули воду, и нам еще туда 50 налили воды. То есть вот изначально, исторически, в Шотландии капают или льют воду в виски, не лед. Потому что, и, кстати, если вы посмотрите, то очень много действительно напитков пьется не вот 40-градусными, как они производятся, то есть как концентрат, а где-то в районе 20 градусов. То есть вот разбавить виски содовый или колорий. Я считаю, что виски содовый – это все-таки извращение. Ну, да. То есть если он несовершенен, то да. То есть вернее, если он совершенен, то это извращение. А так, чтобы что-то спрятать, подсластить пилюлю. Лед кладут и так далее. И вообще очень интересно, когда дистилляция получила распространение, зачем возить воду, можно разбавить на месте. Вот, например, возьмем историю коньяка. То есть… А давайте мы ее возьмем только буквально через несколько секунд, потому что сейчас мы прервемся на выпуск новостей, и буквально через минуту мы вернемся в студию. Ну, все, возвращаемся в студию. В гостях у меня Руслан Брагин, член гильдии маркетологов, директор по маркетингу компании «Родионов Сыновьями», я Игорь Виталь. И беседуем мы о истории русской водки. Правда, сейчас мы уже, как это было у Венедикта Графеева, далеко же зашла ты, Дашенька, в поисках собственного яма с вами уже к коньяку. Так что с коньяком? А история коньяка, в принципе, и виски, и хлебного вина, она очень симметрична. То есть все это происходило в одно и то же время, так сказать. Перегоняли просто то, что растет вот в этой местности. То есть там рос виноград. Там перегоняли виноград. У нас рожь, что у нас рожь. Там ячмень, там ячмень. Итальянцы вообще очень хитрые и прижимистые, и они из мезги, вот из косточек, из шелухи делали. Делали граппу. Ну, который назывался тогда аквавита, вот, а сейчас уже грапп. Вот, а вино, вино. А вот, кстати, насчет аквавита. Хотелось бы тоже уточнить один момент, потому что я недавно, там, несколько лет назад, для себя открыл скандинавский аквавит. И, насколько я понимаю, его вообще делают. Там есть много рецептов, но я пил, по-моему, тминный. Тминный самый распространенный. Это аналог российской водки, по-моему, но это потрясающе вкусно и полезно. Не вы воспримите за рекламу, да, но по сравнению с водкой мне показывают. Это вот как раз пласт тех напитков, которые были в России вот этих всех исторических водок. То есть, по сути, аквавит – это и есть историческая русская водка, если она сделана на дистилляте. То есть, я вам просто даже сейчас, ну вот, я сейчас найду вам вот эти в списке водок. То есть, скандинавы у нас украли водку? Нет, это мы, скорее всего, взяли рецепты и как-то их адаптировали. Вот просто, это книга XVIII века, я вам зачитываю оглавление. Ировая водки. Ировая, померанцевая, фенхельная, розмаринная, полынная, кудрявые мяты, лимонная, коричневая из корицы, мелисная, ангеликовая, гвоздичная, лавровая. Это как-то отдушки, насколько я понимаю, то есть, как добавление. Это сыпали туда, в дистиллят, вот в этот полугар, в хлебное вино, вот эти травки, и перегоняли потом еще один раз. И вот это называлось водкой на протяжении 400 лет вот здесь. Потом очень интересные были водки лечебные, желудочные. То есть, вы помните, да, таблеток не было, XVII век, лечились водками. Значит, напили наперстками, стоили они дорого, там, очень дорого, даже, мягко говоря. Ну, понятно, что спирт вытягивает из этих травок ценные какие-то целебные вещества, и, соответственно, некое воздействие на... Но это настойки или это перегонка была? Перегонка была всегда. То есть, я не нашел ни одного рецепта, ни в XVIII веке, ни в XIX, где просто... Тогда бы это называлось настойкой или наливкой, если соком там и так далее. Хотя были другие напитки совершенно и других категорий, ротафии, ерофеичи и так далее. Это уже другая тема. Водки, желудочная. Рецепт есть, кстати? Есть. Грудная. От колики. Крепительная. Испытанная от поветрия. Я вам зачитаю один рецепт полностью. А детей-то как лечили? Ну, были травы тоже. Вот поэтому дети так у нас в России была высокая детская смертность, не дай бог, потому что водки не полечишь. Ну, да, может быть, потому что все-таки это было доступно избранным, цена была высокая. Я вот вам зачитаю два рецепта XVIII века. Водка ночных стражей. По сути, смысл ее был в том, что травки так действовали, что сердце билось, человек не мог заснуть, и назывался она водка ночных стражей. Как бы энергетик XVIII века. Набор лимонной корки – 18 золотников, коричневых цветов, фиалкового корня – по 12 золотников, райских зерен и кубебы – по 9 золотников, гвоздики, кардамоны, можжевеловых ягод – по 6, мелисы, анису и рутмину, мушкатного орешку – по 3 золотника. Эта водка обладала бодрящим таким терапевтическим эффектом, возбуждающим. Была водка любовная, как бы виагра XVIII века. Тоже такой вопрос. Ну, предыдущая-то ночная стража крылья, видимо. Да. Между прочим, что касается энергетических напитков, если вы в Таиланде были и пробовали этот чудовищный виски типа Сэнксона, у них же знаменитая история, что австрияк, который Рэдбулл-то изобрел, он же, если мне не изменяет память, он же в Таиланде создал этот знаменитый напиток – липовитан, на котором, в общем-то, только и приходится держаться в Таиланде от чудовищной жары, от усталости, когда, да, они все сидят на этом липовитании. Вот липовитан вместе с этим чудовищным виски – это смертельно. Это пить вредно, говорим мы нашим радиоуслушателям, как любые алкогольные напитки. Когда будете в Таиланде, да, особенно не пейте это. А нет, кстати, существует отдельное даже тайское похмелье, существует термин, есть Сингапур, вообще в Юго-Восточной Азии, там для каждой страны, особенно у них есть сингапурское похмелье, и я их понимаю, потому что сингапурслинк-коктейль пить, я его в свое время испробовал в месте, где его изобрели, это чудовищная трава. Ничего хуже из коктейлей я не пробовал. Ну, это другая культура, другие вкусы, и мало того, я вам скажу, напитки, которые пили вот здесь, 250 лет назад, они тоже были, сегодняшнему потребителю они показали специфичными. Водка любовная, ну, не буду золотники эти оглашать, померанцевые корки, горького миндалю, померанцевых цветов, лимонной корки, мушкатного орешку, коричневого гвоздичного дерева, соли винного камня, звоздики, фиалкового корня, персиковых цветов, розмаринных цветов, корицы, мушкатного цвета, ванили, бадьяну. Вот, это, соответственно, когда у мужчин вопрос стоял, Точнее, наоборот. Точнее, наоборот. Значит, наперсточек и кровообращение внизу живота улучшалось, и вот была водка любовная, дворяне. А вы не собирается компания Родионов с новьями возродить? Все просят, все просят, и вот мы уже очень серьезно. Лечебные водки. Ну, скажем так, они лечебными считались тогда, сейчас у нас, ну, все-таки продвинулась фармацевтика, там, парафармация, БАДы и так далее, то есть сейчас уже все немножко иначе, то есть тогда-то все-таки медицина была на таком уровне, там, кровопускания. Ну, с точки зрения, вот зря вы так про кровопускания, между прочим, пиявки до сих пор являются одним из лучших. Я знаю, я делал пиявки. Да? Сейчас, в следующий раз мы с вами поговорим об истории герудотерапии. Герудотерапии, да. Ну, вот, а вот эта вот этикетка столового вина уже, когда ректификованный спирт начал использоваться, видите, высшие ректификации химически чистые. То есть, но продавалось оно немного. Вот при равной конкуренции с хлебным вином с полугаром где-то порядка, там, может, 5-10, около 10 процентов, в общем, вот это столовое вино, он ректификованный, оно и дорого стоило. Там вот стакан спирта в середине 19 века в России стоил бы на наши деньги, там, тысяч 20 рублей. Никому в голову не пришло вот. Многие говорят, что Менделеев изобрел... Только я хотел вас про Менделеев спросить. Я вас опередил. Менделеев водку не изобретал. Он изучал свойства водоспиртовых растворов. В его диссертации о соединении спирта с водой 1865 года нет слова «водка». Водкой тогда называлось то, что тут я вам зачитывал. На всякий случай. Откуда взялась эта байка? Он работал учителем в Германии, два года преподавал. И ему попался на глаза труд двух немцев, которые изучали ректификацию. И он просто другого слова не нашел, как назвать вот эту... Ну, как бы не спирт, это как бы слабый спирт водкой. И вот отсюда пошла вот эта вот легенда. В своей диссертации он не дошел до 40 градусов, на всякий случай. Он мерил все по весу, а не по объему. А взвешивать крупные объемы жидкости очень сложно. Это дорого, потому что весы нужны. Поэтому сейчас все меряется по объему, а не по весу. Менделеев был серьезный ученый. Он изучал плотность водоспиртовых растворов. Ну, на пальцах, если взять и пол-литра спирта, и пол-литра воды смешать, то получится 960 миллилитров. Соответственно, он изучал свойства, как происходит ужимание молекул С2H5OH и H2O. И он изучал вот это вот. То есть, он не воспринимал смесь этилового спирта и воды как гастрономический продукт. И это нонсенс, то, что Менделеев, как бы цитируется, ну, как один из изобретателей, имеющий отношение к водке вообще, в принципе. Сам он водку не пил, он пил красное вино только. Ну, в общем, что понятно. На тему вина, да. Помимо того, что водкой назывался... Ну, с периодической таблицей это хоть он разобрался? Нет, это он, да. А то у нас сегодня прямо с вами программа разрушителей мифов, получается. Ну, типа того, да. А вот откуда взялось 40 градусов? 40 градусов – это округленный градус полугара. Потому что, как я вам сказал, если... 38,5. Если 38,5 – это традиционный градус хлебного вина полугар, то в 1866 году страна перешла на акцизную систему взаимания налога, и министр финансов Рейтерн округлил градус полугара 38,5, чтобы чиновникам на счетах кривые цифры не считать, до 40. На усушку, на утруску, там, на долю ангелов. И поэтому вот с тех пор, с 1866 года большинство напитков, так сказать, они доминируют. Хотя, если вы путешествуете и в Европе, или где-то в других странах, вы могли... Все бренды фруктовые, они все где-то 40, 43, 45. То есть, эта градусность как бы, она условная, то есть, она никакого отношения эти 1,5 градуса ни ко вкусу, ни к свойствам, ни к чему, ни к молекулам, ни к ее форме не имеет. То есть, это просто, скажем так, чисто фискальная мера 40 градусов. Но об этом сейчас уже все знают, об этом много говорят. А когда вы путешествуете, вы можете обратить внимание, что очень много напитков, градусности такой 37, 38, в Европе. Ну да, грампа там от 38 до 45. Да, вот это вот историческая градусность полугара как раз. То есть, именно потому, что... А на самом деле, вот все фруктовые бренды, у них же другой способ, да, насколько я понимаю? Бренды, это бренд вайн, это тоже дистиллят фруктовый. То есть, черри бренди перегоняется, так же в аламбике, так сказать, делается и... То есть, делается по тем же способам? По технологии, да. Потому что вот технологии... Так же, как виски, только оно фруктовое. Так же, как коньяк, скорее. Вот. Но эта технология, еще раз повторюсь, чтобы не было иллюзий, так сказать, что технология ректификации, она очень молодая, она очень современная, то есть, колонна, которая могла давать 90 градусов, 92 градуса, она появилась в 1867 году. В России их привезли в 80-е годы XIX века. То есть, говорить о столовом вине мы можем, по сути, о современной водке, но с другим названием. Только 100... То есть, на одной чаше весов 130 лет вот этого столового вина на ректификованном спирте, а на другой чаше весов 400 лет хлебного вина полугара, которому там... Ну, и аналогов, которые точно так же, по той же технологии мы говорим о коньяке, о виске, о фруктовых бренде, о прижимистых итальянцах с их аквавитой и граппой. Да. И о немцах с их шнапсом, насколько я понимаю. Или шнапс все-таки другая технология? Нет, это тоже технология, он и зерновой, и в основном картофельный тоже шнапс есть. Есть там доппелькорны, есть другие категории напитков в Европе, которые малоизвестны в России. То есть, алкогольное меню, оно очень, вы знаете, обширное. Вот, но нации всегда использовали те сырье, то сырье, которое, так сказать, росло вот в их краях. Вот и все. То есть, никто так не изощрялся, специально не перевозил, чтобы там перегнать. То есть, все на подножном корму, как говорится. Надо из берез было гнать. У нас же это самое, из березового усопа, почему у нас нет березовой водки? Ну, может быть, и была, так сказать. Если его можно забродить, то, соответственно... Ну, если вы помните Высоцкого, если бы водку гнать не из опилок. То, чтобы нам было с трех, четырех, пяти водок. Да, в этой фразе я вот долго над ней думал, и я пришел к такому выводу, что, ну, в принципе, по ГОСТу спирт для водки делается только из пищевого сырья. То есть, зерно, картошка, свекла, то есть, ну, все, что растет. А технический спирт сделается, может быть, гидролизный, из нефти, либо из непищевого сырья, например, из опилок. Вот, но таинство производства спирта – это тайна за семью печатями. Так же, как с Кока-Колой. Между прочим, сегодня один американец за 15 миллионов продает рецепт. А передача у нас подошла к концу, поблагодарим Руслана Брагина, и продолжим эту тему в одной из ближайших передач.